Согласие за 2023 год Алексей Корякин лично осуществляет координацию и адресную доставку гуманитарной помощи от регионов России на освобожденные территории. Является автором и руководителем проектов, направленных на интеграцию с Россией, гражданско-патриотическое воспитание, защиту прав и интересов жителей ЛНР. Еще мы поздравляем, что вчера ему вручили Орден Героя России. Еще раз вас поздравляю. Дорогие друзья, то, что сегодня происходит в наших новых субъектах Российской Федерации, то, что происходит вокруг России, та мощнейшая турбулентность международных отношений, она сказывается и на межнациональные отношения в нашей стране. Против нас развязана агрессивная, деструктивная информационная кампания, которая рассчитана на все национальные и религиозные группы. И вот человек, которого мы сегодня чествуем, он находится на передовой, в авангарде нашей страны. Я хотел бы, чтобы все понимали, и мы об этом говорили недавно и в Совете Федерации, и на парламентских слушаниях, что каждый народ нашей великой Родины от самого большого до самого малочисленного должен осознавать, что только в единстве условия нашего выживания в это непростое время. А вам большое спасибо. Поздравляю. Добрый день, дорогие друзья. Знаете, сейчас буквально переписывался со своими друзьями и родными, и задают вопрос, ты где? Я говорю, я в маленькой Армении, потому что здесь сегодня действительно этот уют, это сегодня такая атмосфера, прекрасные слова, которые сегодня здесь произносятся, это всего лишь малая часть. Для меня большая честь сегодня находиться в этом зале, в этом зале с такими выдающимися людьми. И то, что я сегодня стал частью этой команды, конечно же, это уже награждение. Это уже большая честь, и большое вам спасибо за то, что даете здесь быть. И являться частью этой большой команды. Сегодня действительно кинут очень большой такой вызов для всей России, многонациональной России. И нам нужно... Мы уже удар этот задержали, и сегодня мы готовим ответ. Но русские всегда отвечают, вне зависимости от того, какой они национальности, всегда отвечают сдержанно. Никогда не мстят, но и в обиду не дают своих. Поэтому, вы знаете, сегодня прозвучали эти слова. Да, в 2014 году Донбасс поднялся за то, чтобы вернуться и стать частью России. Сегодня мы часть России. И этого больше никогда не изменить. Поэтому вместе и только вперед, и только к победе. Такие слова достойны отдельных аплодисментов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова